Здравствуйте! На телеканале Интекс программа «Постфактум» мы расскажем о том, что произошло в нашем регионе за последнее время. Трое жителей Барановичей задержаны за кражу в Гродненской области. 20 марта житель Дятлова сообщил милицию о краже неизвестными более 10 тысяч долларов из его дома. Сыщики выяснили, что к преступлению причастны трое жителей Барановичей в возрасте от 28 до 33 лет. Мужчины ранее неоднократно судимы за совершение преступлений корыстной направленности. Двоих подозреваемых задержали на территории Минской области при силовой поддержке специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» и Гродненского ОМОНа. У них изъяли часть похищенных средств. Третьего подельника задержали немного позже по месту жительства. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчина сообщил о заминировании поезда Барановича-Волковыск. В дежурную часть Слонимского РОВД позвонил мужчине и сообщил, что он передвигается на дизель-поезде Барановича-Волковыск, который, по его мнению, может быть заминирован. После полученного сообщения о возможной опасности были сориентированы соответствующие службы и осмотрен поезд, который в тот момент был уже на станции в Зельве. Никаких взрывных устройств в поезде не оказалось. Сам звонивший сошел с Слоними и на перроне, подошедшим к нему правоохранителям, сообщил противоречивую информацию о ехавших с ним в одном вагоне гражданах с сумкой, в которой находилось взрывное устройство. По его словам, подозрительные люди вышли из вагона вместе с ним. По камерам видеонаблюдения, сотрудники органов внутренних дел установили, что те обстоятельства, о которых говорил 45-летний мужчина, не соответствуют действительности. Милиционеры визуально оценили состояние мужчины и приняли решение его освидетельствовать в медучреждении на предмет употребления спиртных напитков. В его крови оказалось 2,2 промилле алкоголя. Действием нетрезвого мужчины будет дана правовая оценка. В дежурную часть Барановичского ГОВД обратилась заведующая одного из продуктовых магазинов города и сообщила, что неизвестный украл из магазина продукты на сумму порядка 80 рублей. В ходе разбирательства сотрудниками уголовного розыска была установлена личность мужчины. Им оказался 30-летний ранее судимый местный житель. Как оказалось, фигурант собирался в гости к своей знакомой. Ввиду того, что с пустыми руками он идти не хотел, он с признаками алкогольного пенения пришел в магазин, заранее имея умысл на хищение товара. В торговом зале Барановичанин выбрал понравившийся алкоголь и продукты питания, среди которых был торт. Сложил продукты в пакет и направился к выходу, но был замечен работницей магазина, которая окликнула его. В ответ фигурант сначала ускорил шаг, а потом побежал, не выпуская пакет из рук. Будучи задержанным, мужчина признал свою вину и раскаялся. Действием 30-летнего жителя Барановичей дана правовая оценка – возбуждено уголовное дело. 19 марта в 19.25 в Центр оперативных управлений Барановского ГРОЧС поступило сообщение о загорании хозяйственного строения по адресу Барановичский район, деревня Кузевичи. Происходило открытое горение хозяйственного строения. Угрозы с соседним строением не было. В результате пожара огнем строение уничтожено полностью. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – выжигание сухой растительности. МЧС напоминает, палы травы запрещены законом. Виновные в сжигании сухой травы несут административную ответственность до 30 базовых величин. А в случае причинения крупного ущерба наступает уголовная ответственность. 19 марта произошло загорание хозяйственного строения по адресу Барановичский район, деревня Пруды, улица Лесна. Происходило открытое горение двух хозяйственных строений, принадлежащих двум разным хозяевым соседям. В результате пожара огнем два строения уничтожены полностью. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при выжигании сухой растительности со стороны одного из хозяев. МЧС напоминает основные правила при разведении костров. Разводить костры следует при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и тления. Костер следует разводить на безопасном расстоянии, исключающем попадание пламени, искр на здания, строения, горючие материалы. Перед тем, как покинуть место разведения костра, выжигания, мусора или приготовления пищи, погасите очаги горения до полного прекращения тления. 19 марта 18.12 в Центр оперативных управлений Барановичского ручьев поступило сообщение о том, что из окна третьего этажа идет дым по адресу город Баранович, улица Жукова, дом 8. По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что из окна квартиры на третьем этаже действительно идет дым. В квартире возможно нахождение людей. Дом кирпичный, пятиэтажный. Пожар произошел в однокомнатной квартире, расположенной на третьем этаже. В результате пожара огнем поврежден диван, закупчены стены, потолок, имущество, находящееся в квартире. В квартире, к счастью, никого не обнаружено, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Общество напоминает о необходимости устанавливают в жилых комнатах автономные пожарные извещатели. Данный прибор обнаружит пожар, подаст мощный звуковой сигнал, привлечет внимание соседей, либо разбудит спящего человека. В баранчах на улице Гагарина произошел пожар. К счастью, спасателям удалось предотвратить трагедию с гибелью людей. Подробнее о случившемся в нашем репортаже. Пожар – это всегда угроза, причем угроза не только уничтожения имущества, но и здоровья, возможно, и жизни человека. К сожалению, исключить полностью данную угрозу невозможно, ведь далеко не всегда все зависит именно от нас. Но вот что действительно зависит от нас и от спасателей – это, во-первых, профилактика, а в случае уже непосредственной трагедии – это своевременное и грамотное действие. Так, благодаря правильным действиям случайный прохожий и профессионализму сотрудников МЧС удалось спасти две человеческие жизни. Днем 21 марта произошел пожар, который чуть не закончился трагически. В жилом доме на улице Гагарина, который расположен возле спорткомплекса «Атлант», загорелась квартира, в которой на тот момент находились два пенсионера. По счастливой случайности в этот момент возле окон этой квартиры проходила женщина, которая и заприметила дым, просачивающийся из окон. Долго не думая, женщина начала стучать во все соседские окна и двери, сообщая, что в доме пожар. Вместе с этим она вызвала спасателей и описала все происходящее. На место происшествия были немедленно направлены сотрудники Барановичского гор-райотдела по чрезвычайным ситуациям. По прибытии к месту вызова ими было установлено, что из окна первого этажа двухэтажного деревянного дома идет дым. Происходило открытое горение, при этом со слов соседей в доме возможно нахождение двух человек. После оперативного боевого развертывания спасатели вошли в дом. Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате на диване обнаружены и спасены через оконный проем хозяйка квартиры и ее сожитель. Оба пострадавшие являются пенсионерами. Сразу после их эвакуации на свежий воздух они были переданы работникам скорой помощи, после чего их госпитализировали в городскую больницу. По прибытию увидели, что из окна на первом этаже горит огонь открытым пламенем, подали ствол сразу в окно, включились в аппарат и подали ствол, зашли внутрь, притушили и пошли на поиски пострадавших. В соседней жилой комнате обнаружили двоих пострадавших на кровати, мужчина и женщина. Эвакуировали их через окно в этой же комнате. В результате пожара огнем уничтожено имущество в помещении кухни, закопчены стены и потолок в квартире. Как утверждают соседи, пострадавшие пенсионеры, скорее всего, находились в нетрезвом состоянии. Произошел пожар, мы не видели никто соседей. Прибежала женщина, постучала в двери. Аперативно она сама вызвала пожарных, пожарные приехали, быстренько все потушили, вытащили через окна пострадавших двух пьяниц. Ну, вроде бы пока что все нормально. А они спали, напились, наверное, поставили что-то на плиту и загорелось. Начали стучать, я вышла и говорит женщина, какая-то с улицы шла, видит, говорит, у вас, говорит, с квартиры там, говорит, с той стороны, говорит, с кухни дым идет черный. Ну, мы быстренько все собрались, выскочили из квартир, позвонили пожарным, пожарные приехали быстро. Ну, потушили, вот, а теперь сидим, та квартира, забрали этих алкоголиков. Они пьют постоянно. Причина пожара устанавливается, но АМЧС напоминает, что алкоголь и непотушенная сигарета – это основная причина гибели людей в пожарах. Возьмите для себя за привычку курить только на улице, при этом окурки складывайте в негорючую емкость. Класть сигарету в пепельницу необходимо так, чтобы исключить ее выпадение при полном сгорании табака. В случае пожара незамедлительно звоните по телефону 101 или 112. В условиях развития информационных технологий участились случаи использования беспилотных летательных аппаратов. В Беларуси систематически допускаются нарушения порядка использования воздушного пространства. Основной причиной этому является незнание либо игнорирование требований законодательства об организации и выполнении полетов. Барановическая межрайонная прокуратура напомнила о правилах полетов дронов на территории нашей страны. В настоящее время дроны и подобные им летательные аппараты стали широко использоваться. Они постоянно развиваются, повышается их технологичность, в то время как стоимость существенно уменьшается. И как следствие, летательные аппараты стали массово использоваться гражданами. Барановическая межрайонная прокуратура напоминает о правилах полетов дронов на территории страны. За нарушения предусмотрена административная ответственность. В Беларуси запрещено летать на высоте свыше 100 метров. Разрешено в пределах видимости дрона. Нельзя над государственными объектами, воинскими частями, а также стратегическими объектами. Кроме того, необходимо нанести маркировку на устройство с данными владельца. Пользователи не должны использовать дрон в пределах зон, запрещенных для использования авиамоделей, без согласования с государственными органами, организациями, в интересах которых установлены такие зоны. Нарушение правил использования воздушного пространства влечет за собой административную ответственность по статье 18.35 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях с наложением взыскания в виде предупреждения или штрафа на физическое лицо до 20 базовых величин, на юридическое лицо до 50 базовых величин. Ответственность за повторное совершение такого же правонарушения в течение года наказывается штрафом для физического лица в размере от 10 до 50 базовых величин, для юридического лица от 20 до 100 базовых величин. Владелец обязан подать план полета или заявку на использование воздушного пространства через личный кабинет на сайте РУПа БелАэронавигации. Если во время полета будет осуществляться фото или видеосъемка, необходимо подать заявление на получение разрешения через электронную почту Министерства обороны Республики Беларусь. Получение указанного разрешения осуществляется бесплатно и в короткие сроки. Нарушение указанных правил влечет за собой административную ответственность. Если дрон будет использоваться в запрещенных местах без разрешения соответствующих органов, его вправе сбить. При этом владелец будет обязан выплатить штраф, а стоимость техники ему никто не возместит. Отделом внутренних дел устанавливается местонахождение полька Владимира Ивановича, 1979 года рождения, проживавшего по адресу город Барановича, улица Александра Волошина. 10 января 2022 года он уехал в Российскую Федерацию на заработки в город Москва и 31 января перестал выходить на связь. О его местонахождении ничего не известно. Приметы. На вид 42 года, рост 175-180 см. Это все, что мы хотели рассказать. Оставайтесь с нами и берегите себя.